Ребята, это Олесь, я надеюсь, у вас все в порядке. В этом видео мы с вами посмотрим на два графика фондовых рынков, которые я сейчас показываю, и объясню вам, почему они важны для крупнейших рынков, а также то, что наиболее вероятно произойдет с фондовыми рынками в ближайшие несколько месяцев. Остаются рынки бычьими или нет? Ребята, присоединяйтесь. Ребята, с возвращением. Как вы, вероятно, уже догадались, я сейчас нахожусь не в Лондоне. На самом деле, я нахожусь в Венеции. Веннис, бонжорно, амичи. Надеюсь, вы меня будете слышать хорошо, потому что я собираюсь прогуляться по улицам Венеции. При этом, ребят, для вас рассмотрю фондовые рынки. Вчера я гулял по центру Венеции. Это очаровательное и восхитительное место. На самом деле, я люблю часто сюда возвращаться, потому что попадаешь как будто бы в другой век. Но вначале абсолютно важная и нетерпящая отлагательность в сообщении от Гринни. WSOT на нашей любимой бирже Bybit начинается уже буквально вот сейчас, ребята. Торопитесь успеть, осталось буквально вот день, чтобы успеть вступить к нам в команду. Но на самом деле, потом будут еще, конечно, где-то недели, чтобы догнать и исправить эту ошибку. Но лучше вступайте сейчас, не тяните. Переходите по ссылке из описания или по колор-коду на экране. Наша команда в этот раз называется не CryptoCommons, попрошу заметить, а SellBy, причем через значки доллара и биткоина. Поэтому не пытайтесь ее искать вручную. Переходите по ссылке и вступайте. Нас уже 31 человек, но будет, я уверен, минимум раз в 10 больше, конечно же. С вашей помощью, друзья. Поэтому не тупите, переходите по ссылке. Если вы еще не перевелись на UTI-аккаунт, вот самое время. Крышесноснейшие призы в размере 10 миллионов долларов. Призовой фонд, ребята, будет разделен между лучшими командами, участников тоже пока еще немного, кстати, посмотрите. Так что не тупите, переходите по ссылке, вступайте, торгуем как обычно, зарабатываем и получаем плюшки. Когда я говорил о фондовых рынках в прошлый раз, я объяснял, что пока фондовые рынки остаются над ключевым уровнем поддержки, что является низом сентября на уровне 5400, я продолжу удерживать осторожный, бычий взгляд, а также позитивный, оптимистичный по фондовым рынкам. Итак, в этом видео я хочу обратить ваше внимание на два графика, которые я считаю очень важны для рынков. Первый график, который я хочу вам показать, это график индикатора широты рынка, который называется индекс суммирования Маклеллана. Этот индекс суммирования Маклеллана является очень важным инструментом, когда вы изучаете направление и импульс рынков. И, возможно, вы уже заметили, одна важная часть этого графика, данного индекса суммирования Маклеллана, посмотрите внимательно, вы здесь видите определенно ясный тренд из последовательности восходящих верхов и низов на данном представленном вам графике индекса. И, как я сказал, тренд направлен вверх, и это очень важно, потому что до тех пор, пока индекс суммирования Маклеллана остается в направленном тренде вверх, это говорит о том, что импульс на фондовом рынке остается бычьим, то есть положительным. По крайней мере, на несколько будущих месяцев. Но и еще один важный график, который я хочу вам показать, который показывает похожую картину, это линия роста и падения. Это еще один очень важный индикатор широты рынка, и эта линия роста падения, я бы сказал, один из самых важных опережающих индикаторов для фондового рынка. Заметьте, что линия роста и падения также показывает нам, что мы находимся в точном растущем тренде, содержащий последовательность восходящих верхов и низов, так что предлагаю вам следить за этими графиками. Ведь обычно рынки не достигают вершины до того момента, пока не образуется ясная дивергенция, другими словами, исторические рынки, то есть фондовые рынки обычно не достигают вершины, пока мы не увидим негативные дивергенции в линии роста и падения. Мы ранее это видели на исторических данных и, например, вблизи вершины краха пузыря доткомов. И обычно эта негативная дивергенция возникает перед тем, как мы с вами наблюдаем крупный разворот после вершины. Но, конечно, в этот раз может быть по-другому. Но лично я сохраняю позитивный и оптимистичный взгляд на фондовые рынки, пока линия роста и падения сохраняет свой аптренд. Опять же, перед нами серия восходящих верхов и низов, показывающая ясный восходящий вверх тренд для происходящей ситуации в фондовых рынках. Так что, ребят, я утверждаю, что эти два графика, линия спада роста и суммирующий индекс Макклеллана, являются очень важными и мощными опережающими индикаторами для фондовых рынков, показывающие, что пока тренд продолжает двигаться вверх, мы потенциально можем увидеть значительно более высокие уровни на фондовых рынках, потенциально достигая уровня 5900 до 6000 по S&P в последующие несколько месяцев, к концу этого года. Опять же, все это, пока S&P находится над сентябрьским низом в 5400. Потому что, если бы фондовые рынки упали ниже этого уровня, чего я не ожидаю, считая вероятность для этого низкой, значительно более низкой вероятность. Опять же, это говорю только для упоминания риска. Но думаю, что если, если рынки и S&P упадут под низы сентября, я поменяю свою точку зрения, ведь это сделает данный анализ некорректным, нарушив эту поддержку. Но повторюсь, этот медвежий сценарий имеет гораздо меньшую вероятность, поэтому я его не ожидаю. Но говоря о рынках, я бы повторил фразу итальянцев «non ti pro copade», что означает «не волнуйтесь». Ведь все похоже на то, что тент продолжит расти вверх. Но повторюсь, мы должны помнить, что октябрь является довольно волатильным. Так что потенциально некоторые гличи и откаты могут появиться, например, в последующие несколько недель для фондовых рынков. Так что я не говорю, что таких откатов у нас не будет. Я лишь говорю, что общий тренд гораздо с большей вероятностью продолжит двигаться вверх, особенно благодаря так называемому эффекту Хэллоуина. В общем, вероятно, это у меня все. Это то, что я хотел вам рассказать. И надеюсь, что это вам поможет. И прямиком отсюда, из Венеции, я вам желаю фантастической недели. Большое спасибо за просмотр. Грася, Мила Мичи. И до встречи в следующем видео. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова